всем привет привет youtube солнечная таля на проводе наконец-то я заставила себя девочки встать всем огромное спасибо кто пишет куда пропали видео нет кто пишет задолбава каждый день нет посуду жизнь сурка мы поменяли день с ночью девчонки мои до сих пор спят поменяли день с ночью все никак просто во первых у нас солнце солнечная жара жарючая на улице голову не высунуть туда сейчас мне передвигаться по городу ходить там специально снимать город пиза мне очень не хочется я из тех блогеров когда я сам себя не заставляю то есть типа вы надо пошел сделал дрыхнем днем ночью гуляем вожу спать только в 6 утра это еле-еле засыпаю меня сейчас понимаете если раньше у меня мучил вопроса шкафчиками да теперь у меня мучает вопрос кухня из дивана замерки кухни я сделаю сегодня замер замер кухни я сделаю сегодня там расчищу себе на бумажке все сколько сантиметров там туда-сюда и завтра у саппи день рождения естественно я не поеду в икею потом у нас получается воскресенье там наверно куча народу будет конечно среди мало все в основном на море загуляют отпуск школа у нас начинается с 15 числа ничего тоже еще не делали книги даже не заказывали большинство семей заказывают уже там с первого числа и будут и заказывать эти книжки все остальное они потом еще не двух недель приходят вот замерю кухню вопрос теперь кухня вот это я в интернете до 6 утра до 7 я лажу я смотрю опять же говорю на меня угловая с этой колонкой есть шкафы угловые на колонку за который закрывает эти нет эти миши нет не отвечает я уже думала что он в это воскресенье приедет у меня его телефон только итальянский не отвечает может быть он уже в дороге и без понятия вот потому что сестры номера у меня нет мы созванивались его сестрой потом она стала что перезвонит я как-то номер не записала ее и не знаю в общем тоже его жду опять же студенты мои приезжают уже все нафиг все выносят потому что это тоже невыносимо про пылесосить нормально ты не можешь это я голову помыла пропылесосить нормально ты не можешь но что ты собираешь это все совочком это все не то потому что с одной стороны окна с другой стороны двери проезжая часть дороги это невыносимо я уже просто устала от этого срача ну не срач грубо сказано конечно она более-менее чистая но все равно потому что студентам тоже надо организовывать свое личное пространство школа начинается и поэтому они конечно настроены я же сказала в конце августа заберете кухню естественно приезжайте замеряйте то что вам нужно забирайте то что вам не нужно выносите вниз а потом уже когда моя кухня я захожу себе куплю когда приедет я уже не знаю кто не собирать ее будет соседа попрошу за деньги естественно только не за 1000 евро как в магазине в икее короче не знаю потом этот диван я вчера лазила 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 искала диван себе не могу я спать эта кровать которая киевская сашина много раз и показывала она удобная саша на ней это стало сколько там три года наверное если я не ошибаюсь пока ее собаки не погрызли естественно она раскладывается на дух спалка видите все об одном и том же но у кого-то бы ли она 2 с талка получается когда на 2 с палкой на ней удобно не мне ее неудобно постоянно, то есть это не тот вариант, когда ты вот спишь и пользуешься кроватью, не тот вариант, что плюхнул, ну не знаю, мне когда плюхнулся, на ней неудобно. Я вчера искала диваны, на Амазоне, конечно, диваны намного дешевле, на Амазоне, потому что доставка бесплатная, привезли, поставили. Лазила-лазила, нашла там одну модель, такую маленькую, с маленьким углом, ну угловая модель дивана, потом дуреха полезла отзывы читать, хорошо, что отзывы почитала, это тьма тьмущая, вообще он не нужен, неудобный, и, короче, к 6-7 утра я пришла к выводу, что лучше дивана икеевского, как у Софии, дивана нет. Единственное, что у нее вылетают две вот этих вот штучки, это сколько ее дивану, это сколько уже, наверное, 4, сколько, я уже не знаю, 5, сколько, 3 года этому дивану, и там вылетает у нее штучка из-под низу, тоже нужно просто сделать ее, хорошо прикрепить. Деревяшка сама, диван шикарный, пришел, сел, я его показывала в детской, сел, вы сидите, спина у вас лежит, ну, облакопочена, 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 облокотилась, короче, на стену, вы отдыхаете, понимаете. Захотели разложить, он легко разлаживается, легли вообще двух спалках, классный матрас, единственное, что я говорю, что я сняла чехол, он там вообще нафиг никому не нужен. Короче, я до 6-7 утра гуглила, гуглила, смотрела, смотрела, потом, короче, в итоге, кстати, я вам покажу тушь, спрашивали, какой тушь вы крашите, сейчас на мне не эта тушь, но крашусь я вот такой вот тушь ее, это Энсенс, самый дешевый вариант, эконом класс, эконом классный, как я говорю, и она такие вот ресницы дает, но ее смывать очень тяжело. Короче, я что, я гуглила, 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 и догуглила до того состояния, чтобы в 6-7 утра поняла, что там просто лучше Софиного дивана ты вообще просто не найдешь. Все, в комнате, естественно, все вот так вот, я там складываю, складываю, перекладываю, а толку-то какого, все, мебель стоит в коридоре, шкаф, который вот этот вот обувной, тоже, он не поломанный, ничего, он просто темный не подходит сюда. Вот это икеевская кровать Софина, ой, Сашина, вот тут два, видите, там собака погрызла, вот так вот он там выдвигается, есть какой-то поддон, как бы скалка кровать, она очень удобная, ну не знаю, вот на Софин диван пришел, так вот раз, сел и все, сел, сел, осел, и удобно. А здесь нет, здесь и подушки нужны, и то надо, и это надо. Все, я пришла к мнению в 6 утра, потом я спокойно заснула, поэтому сегодня вечером можно лазить спокойно в интернете и сделать доставку на дом такого дивана, установку. Потому что если ехать в Икею с замеренной кухней, это надо сразу брать шкафы в коридор, по-любому, чтобы потом не мотаться, и мебель, которую должны забрать студенты, отсюда вывезется и поставятся шкафы, которые будут потом в коридор предназначены. В общем, короче, голова забита одним и тем же. Приятно, конечно, когда пишут, типа, а что вы это, где вы пропали, видоса-то нет. Нет, вот, видоса, потому что шифрую я, думаю, девчонки до сих пор еще спят. Потому что невыносимо. Жара-жаричья. На мокрый голос наношу вот такую вот штуку, потому что потом буду сушить или феном, или плойкой укладываться. Ну, у меня сжирает эти мысли, ты ходишь, смотришь на этот коридор, приблизительно меряешь шкаф. Все, надо мерки снимать и в понедельник мотать за шкафами в коридор, чтобы привезли. Это же надо все одним махом. Кухню спросить, как там они будут. Понимаете, там же эти столешницы, это же как-то по размеру их, наверное, подгоняют. Ну, куплю я, да, мебель, я смотрела, если покупать отдельно шкафчики, она стоит дешевле. Так, а толку от нее? Короче, девочки, мальчики, мужчины, одно и то же. У кого шуболит, я вам говорю. По поводу... А, кстати, шо вы там, это? Опять над моим выступлением. Конечно, я всем говорю огромное спасибо, что вы сама... можете самовыражаться под моими видосами, обзываете меня. Кто обзывает, пусть оно к вам все возвращается. Чем вы меня обзываете? Это была пародия на клип Лобода на новой волне. Шикарнейший клип у нее. Хорошо, что я вторую часть клипа не загрузила. Пародии мои не загрузила. Девочки, это не то, что пародия, что я сидела, готовилась. Я ее прямо вынашивала. Я встала, сделала, и все, одним дублем. Никто не напрягается. В Инстаграме это видео блоканули, оно даже просмотры не набирает. Его видно в ленте, оно не выскакивает ни у кого. Если человек сам не зайдет на страницу, не посмотрит, его там, по-моему, не видно. Потому что у меня среднее количество просмотров на Инстаграме на видео всегда 10 тысяч. А там 13. Ну, по 26 есть. Дальше я не скачу. А на этом вообще 1000. То есть его не видит зритель. Ну, хорошо, что я вторую часть не загрузила. Там бы вообще все охнули. Вся хореография снята в клипе. В клипе. Снята в моей породе. Вся хореография, все движения с подтанцовки карди-балета или балета лавады. Все. Причем я их выучила, не вставая с дивана. Это не то, что я там в танц-классе их учила и там наяривала это. Это я вот так вот посмотрела несколько раз, лежа на диваны, покорывая сигарету. Вот. Встала и сделала. Так что можете спокойно вторую часть в Инстаграме смотреть и это самое, и не тяпкать. Вы видели подтанцовку Белана на Новой Волне? Чем я хуже? Что вы там пишите, обзываете? Обзывалки. Ну, это такое, мне как-то... Да сейчас, знаете, меньше всего колышет. Не, на это не обижаюсь. Маслица вот такое. На кончике волос. И пусть она сохнет естественным путем. Она сейчас за полчаса все высохнет. Жара стоит, жарючая. Ну, завтра усов-одерождение, что делать, не знаю. Куда вечером пойдем, не знаю. У нас куда в пизде нас идти? Ну, пойдем, может быть, в этот... Если она захочет, там, где шпагетти вот эти вот делают, посидим там, недалеко от нас, и очень хороший ресторан, называется «Пастамания». Нам там очень нравится. По поводу женихов, пишет там, что у меня там жених, я загуляла, меня нет. Забухала, закурилась. Мне так интересно, вы когда-нибудь вообще видели алкоголиков в своей жизни? Вообще просто. Капец. У нас у людей, если ты сделал вот этот... Я одела шапку красивую, у меня красивый, у меня плащ на мою, вот это в моей пародии было. Великолепно, до трех минут сделанная пародия, великолепно, я считаю. И все, у людей уже сразу, если ты себя ведешь не так, как ведет себя общество, вспоминая, опять же, вы же от возраста отталкиваетесь, что типа, ой, блин, скоро сколько лет вам. Возраст у вас написан в паспорте, все остальное вы придумываете себе сами. Насколько вы себя чувствуете. Боже, я по своей профессии масловик затейник. Было бы очень печально, если бы я не работала по своей специальности. Ютуб это моя творческая, развлекательная платформа. Что хочу, то я делаю. Что? Нервничаю. Закалывай, потому что распахивается халат будущего. И говорила уже в инстаграме, вы знаете, когда мы ходили на вечеринку, по поводу женихов хотела бы сказать, сейчас я скажу. Когда мы ходили на вечеринку, вот эта вот там африканская песня была, вот эта вот музыка какая-то, африканская была, заметила, что очень много женщин, девушек были без бюстгальтера. Нормально у них, короче, на... Нет, я думаю о шкафах, о кухне, о диване. Короче, у них это на окружающий мир не влияло ничего, то есть все было мертвым-мертво, то есть стержень любви никак не реагировала. Я не могу без зливчика, мне как-то это все реагирует на жизнь, как-то все это живенько. Молодежь нам понаписали, ой, Ванова себе представила, что у нее грудь упругая, где я такое сказала, что у меня грудь упругая, 20 раз в видео говорила, что у меня никогда не было огромного ореха сзади. Сама об этом говорю, потом мне об этом же пишут. Ну, молодцы. По поводу женихов писали, что типа жених туда-сюда. Слушайте, здесь вот таких вот женихов пролетных, знаете, что типа там на посюсюкаться, вот здесь вот куча, куча, куча можно найти, то есть в этом не проблема найти там жениха, с которым вы хотите там почучариться, это не проблема. Нужно ли вам эти отношения? Мне эти отношения не нужны. Может быть, какая-то гибридная стала, я не знаю, гибридная, гидроперидная, я не знаю, может, гидроперид на меня влияет. Мне вообще это неинтересно. Опять приписали мне, что типа вот, зачем такая женщина нужна мужику, вы женщина-фейерверк, от вас можно потом будет, очень сильно устают, вы питаетесь там типа энергии, типа мужчине нужна женщина, наваренные борщи и носки. Мы живем уже не в то время, когда нужны носки и борщи. Борщи нужны, пошел заработал себе, поел в кафе борща, носки порвал, выкинул, купил новые. Какие проблемы? Я не вижу, я вообще не хочу, чтобы меня ассоциировали с носками и борщами. Сейчас кухонку сделаю, борщ обязательно я себе сварю, обязательно давно уже не варила, сейчас на этой кухне даже делать ничего не хочу. У вас такого не бывает? Я уже даже, кстати, ждать устала, я не люблю это все ждать. Потом я сама, мне нужно кто-то, чтобы меня повел, ну, чтобы в плане подсказал что-то. А тут, конечно, ты понимаешь, что если вот воду, делать сюда в угол, видите, здесь уже неудобно мыть посуду немножко будет, если будет не здесь мойка, а будет вот здесь мойка. А мойка по-любому нужна вот здесь в углу, потому что вот сюда можно поставить плиту. Можно поставить плиту на две конфорки, потому что под газ же вы ее не поставите. Поставить вот здесь вот плиту и здесь у вас останется рабочее место и вот там вот рабочее место у вас будет больше. Не знаю я вообще. Короче, одно и то же 300 раз, потому что меня эта тема волнует. Потому что я за это переживаю, я такой человек, я об этом думаю, я хочу, чтобы получилось один раз и хорошо, и надолго, чтобы потом там не это, не нервничать, потому что вдруг потом что-то не подойдет, но это стоит копейку. Тем более вы сидите и их не печатайте на диване лежа. Естественно, я за это переживаю, думаю, все, но с диваном уже все точно. Я беру икеевский диван, как у Софии, все, он там, ну, не знаю, даже без чехла, потому что он там нафиг этот чехол не нужен. Если есть возможность скупить его без чехла, с поддоном, все, проблема моя решена. Пусть все студенты забирают вообще. А как вы хотите? А вы хотите, чтобы у меня вот в жизни происходило одно, а я, короче, притворялась, рассказывала другое. Но если вот меня мучили шкафчики, ну, терпели меня все из-за шкафчиков, почему сейчас какое-то обострение пошло, не могут потерпеть с кухней и с коридором? Девочки, блин, где бабская солидарность? Тем более, когда ты один. Меня больше всего это умиляет эта колонка. Если у соседей колонка наверху, она у них развернутая. Конечно, они купили шкаф, они встроили туда колонку. Здесь у них вот так вот угловая мойка, здесь сразу у них газ, и тут рабочая поверхность. Ну, там маленький кусочек. Опять же, я же там не делаю там торты и что знают, мне этого хватит. А с этой колонкой все, здесь угловая встройка нужна, шкаф, опять сюда, шкаф сюда, опять сюда загнется. Короче, у меня вот на этом болят мозги. Что я могу с собой сделать? Ничего. Только терпеть меня и ждать глобальных перемен, которые наступают и приближаются и все тебе на пятки давят. Короче, девчонки, как-то так. В общем, вы тоже не обижайтесь. Я тоже не обижаюсь на ваши комментарии вообще никак. Подумаешь, пообзывали. Дело-то привычное. Все навалено, все заставлено. Жарко, все ставни опущены. Вот эта вот ставня в моей комнате опущена. Кстати, ночью я вот эти вот шторы открываю. Ставня у меня ночью полностью, полностью открыта. Я лежу, ждущую. Знаете, вот когда бывает такое, вы типа вечером открываете там балконы или там окна и к вам заходит свежий воздух, типа такой ветерочек, то есть вы чувствуете прохладу, типа температура села. Здесь это ничего не чувствуется. Я еще на время посмотрела, на днях к пяти утрам подуло на одну секунду чего-то и все. И все на этом замок. Никто потом никуда не дул и ничего не делал. Нету даже маленького ветра. Кислород не заходит в таком количестве, в котором бы хотелось. И все. Короче, ладно, девочки, мальчики, мужчины, всем классных выходных. Не обижайтесь. Давайте уже перетрем эту тему с кухней и с коридором. Потому что даже если я куплю шкафы в коридор сразу, то они потом будут стоять, пока в коридоре не сделается стена. Поэтому давайте, солидарны будем. Все. Всем пока-пока. Здоровья. Новый басарам. Все будет хорошо и прекрасно. Все зависит только от нас и от нашего настроя.